Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале «Анекдоты от А до Я». Смотрите нас каждый вечер, улыбайтесь, смейтесь. Один хрен ваши проблемы никого не интересуют. Живите так, чтобы жизнь, давая вам пинка, сломала ногу. Мы начинаем! Дорогие девушки, у вас сухая кожа, редкие волосы, проблема с фигурой, приходите к нам, у нас темно и мы бухие. Друзья, оказывается, изначально Бог создал 10 Адамов. Один пахал, другой строгал, третий рыбу ловил. Каждый занимался своим делом. И вот Бог понял, что нужны этим Адамам помощницы. И Бог тогда сказал, ну что, Адамы, выберите для себя ту женщину, которая, по вашему пониманию, самая лучшая, самая прекрасная. И каждый из них представил себе такую женщину. А потом Бог взял 10 кусочков сахара и говорит, а теперь дайте своим женщинам по кусочку сахара, чтобы они были сладенькие. Ну и каждый Адам взял и дал по кусочку сахара своей женщине. И вдруг Бог заметил, что 9 женщин получили по кусочку сахара, а одна женщина осталась без сахара. Подумал Бог, это же надо такое. Какой-то из женщин досталось 2 кусочка сахара. И тогда Бог взял, перемешал всех этих женщин и раздал каждому из этих Адамов. И теперь каждый из этих Адамов смотрит на свою женщину и думает, «Да, мне досталась та, которая не съела сахара, а ему досталась та, которая съела 2 кусочка. Ох, какая несправедливость!» И так думали все Адамы. Лишь один Адам знал прекрасно, что все женщины одинаковы, потому что этот кусочек съел именно он. Дорогие друзья, пишите ваши комментарии, ведь за лучший комментарий в конце каждого месяца кто-то из вас обязательно получит приз. А мы продолжаем. Папа зовет к себе сына и говорит, «Сынок, ты уже взрослый дядька стал, что ты до сих пор не женишься?» Да, папа, ты знаешь, я как тот носок. Вроде уже нашел вторую пару, а там огромная дырка. Вот я тут подумал, если в биатлоне штрафной круг в 150 метров заменить на штрафную рюмку в 150 грамм, смотреть будет намного интереснее. Приходит мужик на проходной и говорит, «Здравствуйте, скажите, у вас иконки есть?» Говорит, «Нету». «А простите, а лампадки?» «Да нет у нас лампадок». «А, прошу прощения». «А свечи есть?» «Молодой человек, это гор администрация, у нас нет ничего святого». В застолье грузин встает, толкает тост. «Дорогие друзья, гамарджоба, генесвалия, хочу сказать, я с моим женой живу уже 25 лет». Сосед его поправляет, «Не с моим, а с моей». «Э, нет, дорогой, с твоей я всего 15». Купил жене машину, ну, еще зимой. И такой гололед был, она рассказывает. «Выехала первый раз, и еду, а машина скользит, я торможу, она скользит, а передо мной Лексус, и на нем написано, продаю». И я так притормажу, придормажу, и думаю, хоть бы не купить, хоть бы не купить. Папа, ну, ты же взрослый, научи меня жить. Ай, сынок, самое главное правило жизни ты должен запомнить. Мужской член, он как дерево. Поэтому, чтобы не засохнуть, он все время должен быть во влажном месте. Это где? Где-где? Пизде! Пизде! Мойша пообедал, подошел к окну, глянуть на двор и смотрит, а во дворе два мужика дерутся. Он думает, это же надо такое, взрослые люди, делать им нечего. Пошел, налил себе чайку, опять возвращается к окну, смотрит, уже не два мужика дерутся, а человек десять дерутся. Он пьет чай и тут смотрит, а мужики все присоединяются к драке, присоединяются, уже человек пятьдесят дерутся. Он поставил чай, взял телефон и звонит Мойше. Алло, Мойше, дружище, слушай, быстренько ко мне во двор, подгоняй бочку с квасом. Зачем? Как зачем? У меня тут драка. Ну, мужики дерутся, человек пятьдесят. Ну, как зачем? Ты что, странный? Они сейчас подерутся, а потом пить захотят. Сын с отцом сидят, обедают, а у сына огромная башка, ну, просто здоровенная. Батя так смотрит на него, смотрит, облизал ложку, как даст ему в лоб, блин. Потом, через некоторое время опять, как даст в лоб, блин. И так раз пять. Тут сын не выдерживает и говорит, за что, батя? А за то, что ты такую пизду мне испортил, козел. Колян, а вот скажи, вы часто с женой ругаетесь? Вообще не ругаемся. Как-то? Да вот так, мы сразу переходим в драки. Так как лучшая защита это нападение? Это нападение? То сегодня, опоздав на работу, я зашел с фразой, вы что, тут охуели все суки? А вот скажи, валерщик, все такие умные, да, говорят, собака это друг человека. Так? Так. Ну, какой же она друг, если она не бухает? так вот, чтобы вы знали, я все свои проблемы решаю только через постель. Ой, не надо только хихикать. У меня чуть шоя сразу бах, постель и спать. Утро вечера бодренее. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все. А вы не забывайте о ваших комментариях, ведь наши призы ждут победителя. Ну, а пока-пока. Пока.